Всем привет! Сегодня мы с Кумом решили сделать коптилку холодного или горячего копчения, это мы уже будем видеть по практике, будем смотреть. Это мы сейчас подготавливаем место, это у нас фруктовые дрова, также они у нас есть и здесь еще немного. Простые электроды пооббивали их от этой фигни и попробуем на болгарке затачивать. На этих электродах потом будем подвешивать мясо. Делаем такие крючки. Примерно. Технологию делания крючков мы не знаем, думаю примерно такие. Вот наша почерелина уже на крюках. Пусть немножко повялится, а мы идем делать коптилку. Вот у нас есть такая бочка от масла. Сейчас мы ее будем вырезать вверх, постараемся по кругу. А внизу попробуем сделать треугольники. Ну, болгарка так будет проще сделать, чтобы было хоть какое-то дно. Так же хочу добавить, что бочку мы отмыли моющими средствами с песком. Вот что получилось. Срезали вверх и низ. Вот такая получилась у нас яма. Здесь будет топка, а там будет коптилка, бочка. От дымохода до бочки будет где-то метр семьдесят. Легкий уклон есть с топки. Здесь топка немного ниже и дымоход немного под уклоном. Ну, совсем немного. Будем пробовать. Поставили мы бочку на кирпичи. И такой дымоход построили из старой жести. Вот вроде бы и закончили делать. Получилась у нас такая бочка. Арматурки. Но пока я их не закрепил никак. Потом что-то нужно будет придумать. Так, там кирпичи, дымоход. А, тут у нас внутри градусник этот, термометр. От 0 до 120 градусов. Посмотрим, будем экспериментировать. Не знаю, это я делаю вообще первый раз. Тут у нас такая крышка. И тут у нас просто такая топка. Сейчас, я могу показать. О, немного видно. Дымоход есть, чистый. Довольно-таки широкий получился. Сейчас будем пробовать. Разжигать. Итак, процесс пошел. Температура поднялась до 55 градусов. Почеревина. Пробный вариант. Здесь у нас топка. Итак, два часа уже как коптилка работает. Обратил внимание, что температура держится около 40 градусов. Уже около часа с чем-то, полтора часа. Так, уже поменяла цвет. В принципе, процесс идет. Все нормально. Итак, как говорится, наверное, первый блин комом. Почеревина у нас выглядит вот так. Сильно черная, подкопченная она, как-то это самое. Признаюсь честно, я просто наложил дров вечером и утром пришел. Вот такой я ее застал. Вот такой вид она имеет. На вкус вроде ничего. Вроде даже очень ничего. Ну и в середине вид тоже плохой. И, кстати, по весу... По черевине мы покупали 2 килограмма 600 грамм. Сейчас мы сважили, а оно имеет килограмм 200. То есть килограмм 400 потеряла, да? Вообще. Хочу в конце еще все это подытожить. Значит, коптил я это в первый раз все-таки. Поставил коптить в 16.15 и ушел я в 19.30. Набросал дрова вечером и ушел домой спать. Утро пришел, достал. То, что получилось, увидели. Получается, 3 часа коптилось при мне, и когда ночью там потухло, я уже не знаю. Второй раз, когда я коптил, я уже дымоход удлинил до 2 метров 30 сантиметров примерно. Температура при этом колебалась 30-40 градусов. Когда только разжигаю, то 40-50 подымается. И когда потуха потухает, то это до 25 опускалось, и потом уже подбраснул 100 дров. Второй раз, конечно, получилось же лучше, но было потрачено очень много времени. 3 сутки я его коптил. В следующий раз, когда буду коптить, дымоход я обязательно укорочу, снова где-то до 1 метра 70. Так, чтобы с утра начать, и вечером, чтобы уже было все готово. Всем спасибо за внимание. Если понравилось видео, ставьте лайк. А также подписывайтесь на мой канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...